Что это саинство и как и почему оно работает? Эффект бабочки — это когда что-нибудь незначительное, вроде взмаха крыльев где-нибудь в Бразилии, может вызвать настоящий торнадо в Техасе. Именно так эту идею представили в научной статье, опубликованной почти полвека назад. И с тех пор она прочно поселилась в культуре и умах населения. Поиск на АМДБ по словосочетанию «Эффект бабочки» выдаст 61 результат — фильмы, эпизоды сериалов и короткометражки. Добавьте к этому бесконечные отсылки в кино, вроде «Парка юрского периода», в песнях, книгах, мемах. Ох уж эти мемы. В массовой культуре «Эффект бабочки» — это когда незначительное, на первый взгляд, решение приводит к непропорционально масштабным последствиям. Мне кажется, людям нравится эта мысль, потому что она касается одного из фундаментальных вопросов. А именно, можем ли мы предсказывать будущее? В этом видео мы разберемся в научной базе «Эффекта бабочки» и попробуем ответить на этот вопрос. Представьте, на дворе конец 17 века. Совсем недавно Ньютон нащупал законы движения и всемирного тяготения. И, похоже, с их помощью можно предсказать что угодно. Движение всех планет и спутников, точную дату всех затмений и появления комет на столетия вперед. Французский физик Пьер Симон Лаплас даже предложил мысленный эксперимент. Он вообразил сверхразумное существо, известное как демон Лапласа, которому известно все о текущем состоянии Вселенной, положение, импульс и все взаимодействия для каждой частицы. «Если сей разум достаточно широк, чтобы осмыслить все это», писал Лаплас, «будущее, как и прошлое, предстанет настоящим в его глазах». Это абсолютный детерминизм, представление о том, что будущее предопределено, и мы лишь ждем, когда оно наступит. Мне кажется, вполне закономерное заключение для тех, кто хоть немного занимался физикой. Естественно, в квантовой механике существует принцип неопределенности Гейзенберга, но он играет роль на уровне атомов, а на нашем, по сути, не имеет значения. Почти все задачи, что попадались мне в университете, решались расчетами — движение планет, падение предметов или поведение маятников. Кстати, о них. Давайте поближе рассмотрим обычный маятник, а заодно познакомимся с фазовым пространством — одним из способов описания динамических систем. Думаю, многим знакомы графики зависимости положения или скорости от времени. Но что, если показать все возможные состояния маятника в двух измерениях? Вообще, все, что с ним может произойти, на одном графике. Это несложно. Откладываем по оси Х угол отклонения маятника, а по оси Y — его скорость. То, что получилось, называется фазовой плоскостью. Если в системе есть трение, то маятник будет замедляться до полной остановки. В фазовом пространстве это выглядит как спираль. Отклонение маятника все меньше, а скорость — ниже. Откуда бы мы ни начали, мы точно знаем, конечным состоянием системы будет маятник, неподвижно висящий строго вниз. Точка, область или траектория на графике, к которым как бы притягивается система, называется аттрактор. В данном случае это неподвижная точка. Если убрать трение, потери энергии не будет, и маятник продолжит качаться вечно. В фазовом пространстве это будет выглядеть как обычная петля. Маятник разгоняется к низу, замедляется до остановки и движется в противоположном направлении. Такой график однозначно говорит о том, что движение периодическое и предсказуемое. Регулярно повторяющиеся процессы в фазовом пространстве выглядят именно так. Неважно, с какой силы раскачать маятник, картина изменится не сильно. То же кольцо, просто иного размера. Здесь стоит отметить, что в фазовом пространстве кривые графика никогда не пересекаются. Каждая точка уникальным образом описывает полное состояние системы. И дальше значения могут идти только в одну сторону. Задавая начальное состояние системы, мы определяем все ее будущее. Динамику маятника легко описывает классическая механика. Но даже Ньютон знал, что некоторые системы поддаются ей гораздо хуже других, особенно задача трех тел. Рассчитать движение Земли вокруг Солнца довольно просто, если забыть о существовании остальных планет. Но стоит добавить в уравнение хотя бы Луну, и сделать это станет почти невозможно. Ньютон жаловался своему другу, Галею, что от этой задачки у него болит голова, он не может спать, и лучше вообще про нее забудет. 200 лет спустя Анри Пуанкаре понял главную проблему. Простого решения задачи трех тел вообще не существует. Он приоткрыл завесу тайны над тем, что позднее назовут Хаус. Теория Хауса начала развиваться в 60-х, когда метеоролог Эдвард Лоренс пытался создать базовую компьютерную симуляцию атмосферы Земли. У него было всего 12 уравнений и 12 переменок, вроде температуры, давления, влажности и так далее. На каждый интервал компьютер выдавал ряд из 12 чисел, и таким образом можно было отследить изменения системы. Когда возникла необходимость пересчитать те же данные еще раз для экономии времени, Лоренс ввел значения из середины первого прогона в качестве начальных данных. А пока компьютер все пересчитывал, отошел сделать себе кофе, вернувшись и взглянув на цифры, Лоренс остолбенел. Сперва значения второго прогона совпадали с первым, но затем стали расходиться. Уже через несколько интервалов описывали совершенно иное состояние атмосферы, абсолютно иную погоду. Естественно, первой мыслью было починить компьютер. Очевидно, что он сломался, но никаких поломок не нашлось. Все дело оказалось в том, что принтер округлял значения до третьего знака после запятой, а компьютер в своих вычислениях до шестого. С новыми начальными значениями разница менее чем в одну тысячную привела к разительным отличиям в результатах всего за несколько шагов. Тогда Лоренс попробовал упростить вычисления, а потом еще и еще, пока не дошел до трех уравнений, которые описывали процесс конвекции, двухмерная модель атмосферы, которая нагревается снизу и остывает наверху. Но, к сожалению, ситуацию это не спасло. Малейшие изменения в данных снова приводили к совершенно другим результатам. Сам того не зная, Лоренс продемонстрировал сильную зависимость от начальных условий, основу хаотических систем. Поскольку Лоренс работал с тремя переменными, мы можем представить его вычисления в трехмерном фазовом пространстве. Выберем произвольную точку в качестве начального состояния и посмотрим, как оно будет меняться. Не похоже, чтобы система описывала аккуратную спираль или замыкалась в петлю. Более того, наша система вообще никогда не пройдет через одну точку дважды. Мы начали с трех практически идентичных начальных условий. Какое-то время картина менялась похожим образом, но все заметнее становится различие. Мы произвольным образом поставили их вместе, но оттуда они разлетелись по разным траекториям. Наглядная демонстрация сильной зависимости от изначальных условий. Стоит уточнить, что ничего случайного в этих системах и уравнениях нет. Этот процесс настолько же детерминирован, как и колебания простого маятника. Если бы у вас получилось все-таки задать абсолютно идентичные начальные условия, вы бы получили одинаковые результаты. Проблема в том, что, в отличие от маятника, это хаотическая система. Поэтому даже небольшие вариации в условиях в самом начале разрастаются до совершенно непохожих друг на друга результатов. Звучит парадоксально, но эта система одновременно полностью детерминирована и совершенно непредсказуема. Ведь в реальности невозможно воссоздать начальные условия с абсолютной точностью, до бесконечного знака после запятой. Именно поэтому даже сегодня, имея в распоряжении столько суперкомпьютеров, мы все еще умеем предсказывать погоду только на ближайшие дни. Исследования показывают, что если нужно узнать погоду на 8 дней вперед, то надежнее взять среднее историческое значение для интересующей нас даты. По той же причине метеорологи готовят сразу несколько прогнозов, задавая немного разные начальные условия и пути развития ситуации с течением времени. Хаотические системы не такая уж и редкость, как может показаться. Двойной маятник — система из двух обычных маятников, классический пример. Вы видите модель пары таких маятников, запущенных одновременно, с практически идентичными начальными условиями. Но сколько ни старайся, добиться одинаковых колебаний от двойного маятника несколько раз подряд просто невозможно, и его движение нельзя предсказать. Вам может показаться, что хаос требует большого количества энергии и движения. Но вот, перед вами система из пяти спиннеров с отталкивающими магнитами на каждом конце, и она хаотична. Может показаться, что все повторяется с какой-то периодичностью, но стоит присмотреться, и выясняется, что спиннеры постоянно меняют направление вращения, и система абсолютно непредсказуема. Впрочем, как и наша солнечная система. Модель, которая позволила симулировать движение планет на сто миллионов лет вперед, показала, что при таких масштабах система становится хаотичной через каких-то четыре-пять миллионов лет. А значит, через десять-пятнадцать миллионов лет вполне возможно, какие-то планеты столкнутся друг с другом и улетят в межзвездное пространство. Солнечная система, которую мы, казалось бы, давно просчитали, становится абсолютно непредсказуемой через относительно небольшой период времени. Так что, можем ли мы предсказывать будущее? Похоже, не особо успешно, тем более, когда речь заходит о хаотических системах. Чем дальше в будущее мы пытаемся заглянуть, тем сложнее. На определенном этапе все наши расчеты становятся ничем не лучше обычных догадок. То же самое ждет тех, кто пытается узнать прошлое хаотических систем и вычислить начальные условия. Вспомните, как во время тумана видно тем хуже, чем дальше пытаешься всмотреться. Хаос — это фундаментальный предел того, что мы можем узнать как о будущем системы, так и о ее прошлом. Но есть и хорошие новости. Давайте еще раз глянем на фазовое пространство для вычислений Лоренца. Если запустить сразу множество точек с разными условиями, поначалу они будут лететь кто куда. Но довольно быстро их траектория сблизится и сложится в образ, который, что весьма удивительно, очень похож на бабочку. Это тоже аттрактор. При большом разнообразии изначальных условий все системы приходят к какому-то состоянию на этом аттракторе. Напомню, что все траектории в пространстве никогда не пересекутся и не замкнутся в петлю. Если такое произойдет, то система начнет повторять себя, станет периодической и предсказуемой. Поэтому каждая траектория — это бесконечная кривая в конечном пространстве. Как такое возможно? Фракталы. Но о них поговорим в отдельном видео. Именно этот аттрактор носит имя Лоренца. Пожалуй, это самый известный аттрактор хаотического типа. Существуют и другие для других уравнений. Большинство людей объясняют эффектом бабочки то, почему небольшие события в настоящем делают будущее непредсказуемым. Научная сторона этого феномена таит в себе сложную, красивую структуру, которая лежит в основе динамики и позволяет понять поведение систем. Мы умеем предсказывать изменения каждого состояния по отдельности. Как они поведут себя в группе, мы не знаем. Ну, разве что в уравнении Лоренца они обретают форму бабочки.